Очередная 18-я сессия Законодательного собрания Пензенской области началась с информации о кадровых изменениях. Заместителем председателя правительства региона назначен министр экономического развития и промышленности Алмаз Хакимов. Также депутатам представили нового прокурора Пензенской области. Горшков Дмитрий Николаевич у нас родился в 1973 году в городе Липецке. В 1997 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. Звание почетный гражданин Пензенской области присвоено Сергею Егорову и уроженцу Кузнецка, генерал-полковнику Олегу Макаревичу. Принимал активное участие в боевых действиях в Чечне, Сирийской Арабской Республике и Ливии. В ходе специальной военной операции с апреля по октябрь 2023 года являлся командующим группировкой войск Днепр на Херсонском направлении. Я знаю, что многие из вас не только принятием законов, но и практически помогали нашим военнослужащим, в том числе и на Запорожском направлении. Олег Владимирович непосредственно был более шести раз в зоне специальной военной операции. Не только в Токмаке, но и собственными глазами видел разрушение Каховской ГЭС. Депутаты также рассмотрели большой блок социальных вопросов. Теперь многодетным семьям будут компенсировать часть стоимости профессионального образования детей. До достижения старшего ребенка возраста 18 лет или 23 лет, если ребенок проходит точную форму обучения, получает профессиональное образование, на плат нас ежеводно таким семьям будут выделяться компенсации. Улучшить экологическую обстановку и стимулировать развитие бизнеса призван новый закон, который освободит владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога. Данная мера поддержки рассчитана на пять лет. Наличие транспортных средств о внутреннем сгорании, безусловно, приносит очень много вреда и выхлопных газов в воздух. Это, по некоторым оценкам, от 60 до 80 процентов в городах. И принятие нового закона, надеюсь, что будет способствовать развитию электромобиля в нашей Пенингской области. А вот автомобилистам, которые не заботятся об окружающей среде, станет сложнее. Внесены изменения в административный кодекс. Теперь заряд новых нарушений правил благоустройства, загрязнения дворов и улиц при передвижении или ремонте транспортных средств грозит административное наказание. Это выезд машин с строительных площадок, это мытье машин возле колонок, различных водоемов и так далее. И также мы еще вносим ответственность за порчу зеленых насаждений, которым принадлежат муниципалитеты. Так, за уничтожение деревьев, кустарников или цветов граждане заплатят штраф от 4 тысяч рублей, должностные лица от 5, юридические от 10 тысяч. В общей сложности на 18-й сессии депутаты регионального парламента рассмотрели более 50 вопросов.